Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке АМХ-30Б. Данный танк, как вы наверняка знаете, апнули разработчики. Характеристики его стали чуть поинтереснее. Вообще, если апают что-либо, то не сказать прям, что очень сильно, чтобы, наверное, не переапать. Но то же самое и с нерфами. То есть, если нерф происходит, то не такой уж он прям и страшный. Итак, ветка с автопушками выйдет, скорее всего, в 24-м году. Но тут есть, конечно, некоторый нюанс. Заключается он в том, что выйдет это все на ру-сервере. Потому что сейчас, как я понял, уже контентом Wargaming и Леста обмениваться не будет. Но, возможно, обменялись до этого еще раньше. Но это не точно. Сама механика выглядит очень имбовой и вполне даже может быть такой действительно выдающийся по характеристикам. Но посмотрим, что будет. Также Леста планирует сделать братика для Корчуна. Так что будет, скорее всего, похожий марафон, как с Корчуном. Тоже в стилистике всяких сказок. Но сейчас уже какой-то там анонс на сайте засветился, где тоже Баба-Яга, какие-то там волшебники и все подобное. И, соответственно, есть существенные шансы того, что как раз данный режим будет вместе с новым прем-танком. Конечно, они говорят, что он будет выглядеть как Корчуна. То есть выберут, наверное, какой-то другой танк. Но из тех, что есть, возможно, даже не будут новый танк делать. Просто возьмут какой-то похожий танк. Немного там поменять характеристики. И как бы в продакшн. Это чисто мои мысли. Посмотрим, как оно будет. Но вообще Корчуна как бы имел некоторый успех все-таки. В первую очередь тем, что он фармит золото. Хоть это и крайне мало. Но, тем не менее, сама механика интересная. Далее у нас подарочный танк за заслуженную награду в 2023 году. Это ВК-3601 Хенши 75. Соответственно, видимо, что Леста не будет как-то серьезно менять награду в этом году. Ну, то есть, скорее всего, будет все по канонам старых наград для ветеранов. То есть, соответственно, можно будет получить прям танк. В зависимости от того, сколько лет ты в игре. Именно не сколько лет ты играешь, а сколько лет назад ты зарегистрировался. То есть, обычно от этой даты, соответственно, отчитывается. Ну, и к тому же, Леста сейчас явно взяла в курс на возвращение старых игроков. А для этого как раз заслуженная награда тоже частично подходит. То, что люди, в любом случае, часто не играют, а потом вспоминают про эту награду. И возвращаются на некоторое время хотя бы. И, друзья, вы можете получить золото. Для этого просто напишите комментарий и укажите свой игровой ник в комментарии. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Woodhub. Попробуем выиграть какой-нибудь премтанк. Надеюсь, получится все же. Итак, первая крутка в молоко. Ничего интересного не падает. Во второй раз тоже. Опять-таки, ничего хорошего. А вот в третий раз бинго. Придием ПТ-САУ. Канонон Иг-Панзер 105. И это замечательно. Дорогая ПТ-шка сразу же пополняет мой счет. И давайте еще на всякий случай пару круток. Дать последний разок. Ну ладно, в принципе, хватит. И также, друзья, вы можете урвать ценные призы. Для этого, соответственно, используйте этот промокод. Он, во-первых, даст вам больше золота. Во-вторых, можете использовать промокод для пополнения счета на сайте. Итак, очередной киберспорт у Лесты. Турнир на 600 тысяч рублей и более 2 миллионов золота. Количество призовых мест 3000. Даты первый этап 23 сентября до 10 октября. Второй этап с 12 октября до 29 октября. Формат соревнований в режиме Стальной Охотник. Сыграйте минимум 5 боев, чтобы попасть в таблицу лидеров. Результат можно улучшить. В зачет идут 5 сыгранных боев. С небольшим чистым опытом. С наибольшим чистым опытом, извиняюсь. Ну, в принципе, стандартные условия. Особенно это понравится тем, кто любит участвовать во всяких турнирах, соревнованиях. И кто хорошо играет в Стальдом Охотника. Потому что, ну, есть некоторые даже категории игроков, которые в рандоме играют обычно. Ну, просто неплохо. А в Стальдом Охотники играет гораздо лучше. Ну, и так что можете попробовать, если чувствуете, что сил хватит на все это. Лично я не особо люблю киберспорт. Далее новости, которые мы все с вами заслужили. Барри Алибасов подал в суд из-за того, что у него тормозит World of Tanks. В данном случае речь идет, скорее всего, о игре в мире танков. Чем, а вот. Пресненский районный суд Москвы 25 сентября зарегистрировал иск Барри Алибасова к сети NVIDIA. То есть, это, конечно, иск не к разработчикам, а к сети NVIDIA. Потому что там он купил ноутбук за 200 тысяч рублей. Короче, у него этот ноутбук начал лагать в танках. И он подал в суд на эту сеть магазинов. Ну и, соответственно, сказал, что у него там лагают даже танки. Там деревья шевелятся и, ко всему прочему, снаряды летят в землю. Хотя это, по-моему, у всех такая проблема в танках. Ну и, соответственно, ситуация, казалось бы, такая обыденная. Кто-то там подал на кого-то в суд. Но интересно это тем, что тут сказано об нашей игре World of Tanks. То, что вот в прямом контексте она упоминается. Далее у нас получаете золото за урон. Эта задача, она заканчивается понемногу 29 сентября. Короче, последний день. Еще есть время, но задачи очень непростые. То есть, да, можно реально заработать 275 золота, что, конечно, очень мало. Но, тем не менее, есть такой шанс. Далее у нас вот такие вот наборы на европейском сервере кейсов. За 5 кейсов стартера инженера требует 1800 тенге. Это если казахстанскую валюту брать, то это где-то, ну, где-то, наверное, 360 рублей примерно. Ну, или 4,5 евро. Это, кстати, больше будет в евро. Получается там где-то больше 500 рублей, наверное. Такие вот дела, друзья. Ну, цены, в принципе, чуть повыше, чем раньше, но тем не менее. И сами кейсы, конечно, тут довольно-таки, ну, неплохие. Так как режим все-таки, ну, там довольно качественный все-таки получился. Под него и кейсы сделали более-менее добротные, с хорошим содержанием. Конечно, это не кейсы на Новый год, но все же. Также вы наверняка знаете, что если не играть 100 дней и более, то вам дадут Кировец-1, прям танк 8 уровня. Либо компенсацию 11 тысяч золота. К тому же еще дают к танку 3 дня танкового премиум аккаунта. То есть это доступно для тех, кто не играл долго. Это как бы возвратная активность, чтобы вернуть тех, кто перестал играть на какое-то время. Ну, люди, может быть, там и летом вообще не играют. Ну, и часть осени. Ну, и также, соответственно, для тех, кто вообще уже ушел, может быть. Но таких игроков сложно будет вернуть, тех, кто вообще навсегда уже ушел. Ко всему прочему, эти же игроки подпадают под еще одну возвратную активность. То есть им бесплатно дадут 3 премиум танка в аренду на 10 дней. Это пудель, это су-122-44, это 50тп прототип. Также 250 золота, 5 дней танкового премиум аккаунта и 150 тысяч серебра. Вот кто-то, соответственно, заходит в игру, ему надо буквально 5 дней не вылазить из нее, играть бесконечно, чтобы получить 275 золота. А кто-то все лето отдыхал, не знаю, там, где-нибудь на даче или на море, или просто дома. И ему и премтанк, и золото, и серебро, и все, что угодно на халяву. Новая реферальная программа 3.0 возвращается в танки, ее переносили раза два, наверное. Но сейчас скоро она вернется в ближайшее время. И самое интересное, что туда добавят разработчики кейсы. То есть награда будет не какой-то там определенный танк, который ты можешь выбрать, а просто кейс, из которого падают разнообразные премтанки. Почему именно Леста решила так? Ну, может быть, тут дело в том, что, соответственно, считают, что кейсы более такая награда приятная. Плюс рандом, возможно, как-то будет подогревать интересы игроков. Вот танки, которые могут выпасть. Но танки сами тут не очень хорошие, скажем так, ну, в основном. И, ну, в данном случае кейсы, мне кажется, даже могут негатив вызывать, потому что, ну, представьте, выполнял ты, выполнял эту реферальную программу, а потом раз, оказывается, что тебе падает какая-нибудь хрень. Неприятно будет. Ну и на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего хорошего. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok